К ней пришёл на троллевале и в прихожей снял сандали Вышёл муж, кузнец Вакула, и меня как ветром сдуло Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут деревни в тополе Пошёл к другой на троллевале, не успел я снять сандали Вышёл муж, тангист Данила, волосатый как горилла Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля Растуй деревня тополе Ля-ля-ля-ля-ля-ля Растуй деревни тополе Читушки! 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 Свадьба увлеклась игрою Рожу, кто страшней состроен И невеста первой стала Она, а я и не играла Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут деревни Тополя Помню, как так нам в село залетело МЛО Я как с пьяну ломом двинул, долго ли сломать машину? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут деревни Тополя Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут деревни Тополя Читушки! 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 Я Индеев Чунгачгук, зверобой мой верный друг Возьмем мы стрелы, отцотриться и капец всем бледнолицым Ля-ля-ля-ля-ля-ля, растут деревни Тополя Да-да, всем огромнейший привет! Я сегодня тестирую немножко другой микрофон сегодня на мне DJI DJI, блин, а, DJI-MIC, короче Поэтому посмотрим, что у нас по факту получится А мы что с вами? Мы давайте пробежимся по новостному блоку У нас сегодня 17 июня Кстати, сегодня, не упустите момент, если кто-то ищет Хороший, обалденный дом Ну, мало ли, что вдруг кто-то ищет, да? С ремонтом, 6 соток земли Чтоб была рядышком лучшая школа Лучший детский сад Стадион При этом это не была гора и так далее И нужно уложиться до 30 миллионов рублей С ремонтом, с техникой, мебелью, 6 соток Чтобы квадратура была 200 плюс То, ребят, обращаемся Я сегодня такой, конечно же, вариант сниму Сначала появится по традиции у меня в Инстаграме Если в Инстаграме, как бы, никто не успеет купить То тогда уже появится на YouTube-канале Потому что для Инстаграма мне монтировать гораздо проще и быстрее Вот как бы так Ну что, сегодня у нас плюс 25 градусов И давайте сегодня попробуем сейчас немножечко посмотреть Что же такого интересного, прекрасного у нас происходит В прекрасном городе Сочи В Сочи сотрудников медцентра Армед Наградили почетными грамотами Как лучшие маркетологи Знаете, может быть, врачи, они не самые лучшие Как бы, ну, серьезно, у меня там есть вопросов очень много к ним Но как маркетологи, они умеют Они умеют сделать так, что ты пришел И вроде бы ты даже не знаешь, что у тебя что-то есть И они это что-то обязательно найдут А если не найдут, то нафантазируют Понимаете? Вот как бы так Это же святое? Святое Но мы с вами сегодня поройнем немножко по другому улице Мы сейчас поройнем с вами через улицу Конституции Чтобы вы понимали, что, оказывается, с острого мечты есть нормальная широкая дорога А не такая дорога, как я обычно привык Ну, просто мне нравится обычно по той дороге Дальше В Сочи обсудили меры поддержки агрария в Краснодарском крае Посидели, обсудили и все Кстати, я вчера снимал дома, они прикольненькие Я теперь понял, почему у нас все так иногда херово везде Знаете почему? Потому что у нас все деньги уходят немножко в другое место Кто-то скажет, какое же такое место уходит? Ну, в другое место уходит Что значит другое место? Блин, наверное, закрою, потому что отсвечивают, да? Какое место? Ну, я посмотрел, где у нас есть дача у Затулина Посмотрел, где есть дача еще кое-кого В общем, нормально, посмотрел вчера Такие, как бы, место такое, нихреновое Соответственно, чтобы там, например, такую дачу иметь Этому нужно как минимум иметь 100 малыне 100 миллионов 100 миллионов Ну, почему-то нет, блин, вот этого не зависит Ладно, подвигаем В Сочи разработали план по противодействию дистанционным мошенникам Какой там план, какой дистанционный мошенники Понятно, что без лоха и жизнь плоха Есть лохи, есть не лохи Соответственно, это касается и тех людей, которые покупают недвижимость Есть лошары, которых имеют, в том числе и риэлторы Есть нормальные То же самое это касается и всевозможных мошенников Я скажу, мне даже тоже пару раз кидали Ничего, на своем опыте уже, как бы, понимаю, что, наверное, да Наверное, вот, что надо делать Рисковали ради науки Спасатели в Сочи смогли сохранить жизнь ученых Вот, представляете себе, ради науки Вот, тоже лезут туда, куда собака свой не сует Ну, ничего страшного там нет, как бы, не без этого, как говорится Ну, а куда деваться, да? Все равно сгорели Отдыхающие в Сочи Поделились, почему купаются в море в самом пекле Они говорят, потому что мы приехали в Сочи Мы приехали в Сочи Мы хотим от Сочи взять все Мы приехали, и все, ребят, все Мы считаем, что мы должны все Знаете, я так раньше тоже, когда жил в Орске Когда прилетал, например, в Турцию Думаю, все, пока не обгорю 50 раз еще что-то не сделаю Потому что все, я заплатил Там каждые минуты нам надо пользоваться Каждые минуты надо пользоваться Согласны же? И вот здесь примерно то же самое Сейчас мы уже местные От нас в море никуда не убежит И поэтому мы потихонечку-потихонечку Особо и не катаемся Особо и не катаемся Ну, так бы так А так, конечно, говорю У меня первый раз, когда Надя приехала ко мне в гости Она на море ходила каждый день На парк Ривьера Каждый божий день А потом, в августе месяц Она переехала в августе месяце Ну, просто взяла и переехала И все И, может, была два раза Хотя в августе была такая Самая шикарная Я имею в виду Вода такая Прям лучше не придумаешь Понимаете? Вот, как бы так Ну, круто же Я считаю, очень круто Ладно В Сочи выключат горячую воду Изменят схему движения транспорта На каких улицах Задолбали Надо, короче, по факту смотреть Бизнес-миссия из Дубая И Омана снова в Сочи Снова в Сочи Даже месяц не прошло А я вам скажу, что будет в Сочи У меня уже приходили пригласительные В общем, знаете Говорят Вот Дубай, такие перспективы Там так все хорошо продается Там так все хорошо продается Там любой может заработать И все И с визитами они приезжают В прекрасный город Сочи А в том числе приезжают И вербовать тех самых риэлторов Ну, не так все хорошо Идет в Дубай с недвижимостью Люди-то уже не дураки Люди-то уже не придурки Уже посмотрели печальный опыт своих коллег Которые покупали для инвестиций Те же самые объекты И никто даже не может продать За минусом 20% от стоимости Да-да-да-да-да Я, конечно, не пойду на это мероприятие Потому что Хотя меня приглашали Я, потому что Такой человек Я пошел там в клуб миллионеров И всех там взял и разнес Я пошел там еще Там на это мероприятие У меня уже скоро никуда звать не будет Ну, потому что Я не люблю вот это Как его Вот это лицемерие, да И лицемерие, и обман, и так далее Но, е-мое Тут дорогу понятно Как бы В Дубае Профицит жилья Профицит Ждать какое-то поднятие цен Или еще что-нибудь Да, это просто Надо быть идиотом И вот они опять в Сочи Они в Москву едут Не в Санкт-Петербург Они едут опять в Сочи Вот как бы так Убить двух зайцев Инвестор и все Вот мне, например, друг Обратился Говорит, Макс Ну что там в Дубай Возьмем А я тоже там посмотрел Думаю, блин Ну как так Я же понимаю, что он Просто чтобы было Я говорю, там будет жить? Он говорит, нет Я говорю, а на хрена тебе это? Он говорит, да хрен его знает Чтобы было Я говорю, ну чтобы было Нет смысла Вот как бы так Там вторичка очень сильно Приседает в цене Очень сильно Дома очень быстро устаревают И если кто думает Что там в арабских Хорошо строится Если, например При советской власти У нас ресурс был У этих всяких Хрущевок там И Брежневок там По 30 лет То в Дубае Всего лишь 10 лет 10 лет Вот строят дома Они рассчитаны на 10 лет Все А дальше уже все Нужно не только ремонт делать Это просто переделывать И уже очень много Можешь загуглить Уже очень много Этих самых небоскребов Которые уже разобрали И по новой сделали Потому что строят Из говна и палок Как говорится Ладно И не будем с вами дальше На это мероприятие Конечно мы не пойдем Из Сочи В Абхазии Прямым рейсом Россия Подарит Вторую жизнь Аэропорту Сухума В общем Пытается что-то с аэропортом сделать Но это еще будет не скоро Это еще вилы По воде писано Ну и будет нормально все Не знаю Зачем это делается Как это делается Посмотрим Что из этого В Сочи Используют Экспериментальную рассадку Для оформления Городских клумб Ну кстати да Красиво Которые оформляют У нас Каждый раз Меняется цветовая палитра Из растений В Сочи Превеликуют Около 20 миллиардов рублей На создание инфраструктуры Для выращивания Форели Потому что сейчас Норвегия у нас Не очень хорошие отношения Там еще И соответственно Понимают что В принципе Как бы Ну рыба-то нужна Рыба нужна Поэтому сейчас Благоприятный период Для того чтобы Можно было выращивать Кстати я как-то На озеро ходил На улице Звездной Да мы там Рыбачили Амура ловил И так далее Это озеро высушили И там сейчас строится Коттеджный поселок Это конечно Я не знаю У меня прям вчера Аж сердце кровью обливалось Ну как так Взять и высушить А еще я знаю что Не пройдет и года Можете Скажете что я ванга Но это так Просто много знаю И у нас Форелевого хозяйства Не будет Форель Хотят разводить Непосредственно В море Да в садках А вместо Форелевого хозяйства Судя по тому что Это приобрела Монтера групп Я думаю что там будет Скоро построен город В городе Там просто шикарнейшее место И там будет построен И торгово-возвлекательный центр Там будут построены Те самые многоквартирные дома И так далее Все это будет сделано Просто Просто так Не покупает Такую охрану Там поставили И так далее Ну как бы Ну не Не бьется Логика Да там Как бы рыбалка Там дешевая Там на охрану Больше тратить И так далее Я думаю все подводится К тому чтобы Тоже так же Вот такая Посмотрели практика И сейчас Ничего Никакой ответственности Не понесет Потому что Чтобы вы понимали Вот это озеро Которое было На улице Звездная Это озеро Питало Всю эту гору Весь совхоз Приморский Питало водой Его взяли Просто высушили И все И там построили Катальский поселок И вчера я это все Наблюдал Ладно Бежим с вами дальше Новости продолжаются Студенты Сочинского Государственного Университета Встретились С героем России В рамках Всероссийской Военно-патриотической Просветительской Акции Знания Отличник Хотел поджечь школу Но пятерка По химии Не помогла Сдали его Двоечники Друзья Вот как бы так Сдали его Двоечники Друзья Поэтому не помогла Пятерка по химии Он там кое-что хотел Но вопрос Зачем ты хотел Сжечь нахер школу Он говорит Да зачем Говорит Просто Говорит На спор Просто А что Говорит Захотел Говорит Сожгу И что Чего неплохого Жителям Кубани Рассказали Как алкоголь Влияет на Сахарный диабет Да сахара Много конечно В алкоголе Само собой Как бы Сложение диабета И все Бухать Вообще вредно Ну реально Бухать вредно Потому что Бухарики На воздушном шарике Подыхают раньше Чем не бухарики На воздушном шарике Он как бы так Зачем топтать Мою любовь Турция Отказывается От русских Откровение туристов О кошмарном отдыхе Говорит Мы раньше приезжали Понимали Что в принципе Турция Это дача русских Ну понимаете Такое было Дача русских Ты братан русский Мне это важно Остальное Поймитесь Исповедь Истин Ну короче В таком духе А в итоге Говорит Сейчас прекрасно понимает Что у русских Денег стало В разы меньше Этики у русских Гораздо меньше Что такое Оставить чаевые Для них вообще Это все непонятно Ну и соответственно Конечно же Тех же самых Прекрасных русских Особо сильно Не жалуют Соответственно Если отдыхают Те же самые поляки Дают предпочтение Полякам Хотя Я считаю Что русские Они более щедрые И так далее Ну и опять же Да там Как вам сказать Есть такое Да Вот эта Нервозность Из-за спецоперации Из-за всего Ну и опять же Там Как бы В любом случае Русские Ассоциируются Как с пьяным быдлом Но я тоже С этим утверждением Согласен В целом Я считаю Что это зависит От человека Я например Вот перед тем Как лететь Куда-нибудь За границу Я прохожу Тренинг Всегда Называется Как расположить К себе персонал Ну потому что Реально Как бы Сейчас такая ситуация В мире Конечно Все на нервиках Вот там и привели Примеры Отелей Даже в которых Я и был Что там Вот там То Вот там Все Вот там Меня послали Нахер Правильно сделали Это в основном Женщина возмущается Потому что Женщины Себя на отдыхе Ведут Гораздо Хуже Чем мужики Это знаете Такие царицы Я как вспомню Когда мы были В отеле Да Когда подошла Одна казашка Казашка На ресепшн И начала писать Претензию Я думаю Интересно Что же претензию Да Начинает писать А претензия Джусиана Парконти Назывался Отель Она писала Претензию На волны Чтобы ей Продлили Что-то еще дали Там волна-то была Там даже Одна убала Нету Ну в Сочи Всегда такая И все И вот она берет Как бы И на полном серьезе Пишет претензии Я не знаю Может она писала Господу Богу Может она писала Посейдону Может быть она Еще кому-то писала И она Прям на полном серьезе Писала претензию На волны Там волн-то не было Понимаете Это вот женщина С Казахстана Да Казашка Такая настоящая Такая прорженейшая Такая Знаете Такая Волосы Не убранная Такая настоящая Я же мать Вот с ребенком Такая И все Конечно Это ситуация Очень страшная Ну куда ты лезешь Куда ты лезешь Иди ты отсюда Блин Времени нет Да мало ли что Времени нет Куда ты лезешь Такие охеревшие У нас Таксисты Внаглую едут Поперек Я вот как бы Таких принципиально Не пускаю Просто берет Там непонятно Как Там вообще Движение Такое нельзя Там вот так В эту сторону Разворачиваться нельзя Ты можешь только В другую сторону Там есть направление Такой охеревший Такой раз Подорвался Офигеть просто можно Лехин друг Наверное Ладно Короче Едем с вами дальше Новый вид Экстремального Туризма Абхазы в Сочи Вводят новые правила В общем Абхазы На Вчера была пробка Которая была у нас На Как она называется На Сергея Поля Соответственно Едут Абхазы Как вы догадались В таком автомобиле Давайте поставьте паузу И попробуйте Догадаться Все правильно Говорите Абхазы Едут У нас На Праворульном Говне Который называется Ниссан И Короче Едут И Выкидывают Там Окурки Банки И так далее Ну и люди Как бы Возмущаются Чтобы они Ехали Само собой По встречке И никто Ничего Я могу сказать Вот ребята Кто собирается Ехать в Абхазию И тому подобное В Абхазии Вот когда вы Культурно Разговариваете Они воспринимают За слабость В Абхазии Ты пока Не втащишь То бесполезно Вот у меня тоже была Стычка Когда я еще На Ниссан Кашкай Ехал Примерно Это такие же Интересные Только там Разворачивались Через две сплошные Линии Проезжали Через две сплошные Линии На Донской А потом начали Там ехать Подставлять Свою жопу Там начали Что-то вытеснять Меня И так далее И уже Когда мы Доехали До моста Где Идет На Макаринку На тот же Сам Где Торгово-развлекательный Центр Моримол Я когда вышел Соответственно Вышел Там эти Два Абхаза На конченном Какой-то Мерседесе Там какой-то Было тоже На абхазских номерах Все И соответственно Он идет Бежит Я конечно Сразу же Двоечкой Встретил Второй Как бы Сразу Что-то Тоже Ну короче Нормально Потом Оказывается Выяснилось Что у них В машине Ребенок Что они Торопятся Поэтому Поэтому Знаете Ну как Торопятся В моем понимании Как Ну взяли Проехали Поехали дальше Ну когда ты Берешь И оттормаживаешься Получается От мясокомбината И До торгового центра Моримол Ты постоянно Пытаешься Жопу подставлять Я думаю Наверное Не так уж и торопятся Ни в больницу Никуда Да и тем более Почему повернули Та в сторону Макавенко А не повернули Если уж больницу В сторону За вокзального района Вот как бы так И там пока Не втащишь Ну бесполезно И здесь То же самое Да Вот они едут Кидают Почему Ну потому что Никто даже Ни замечаний Не сделал Ничего Да Видео засняли Таких видео У меня тоже Я теперь тоже Хочу все-таки Такие видео Снимать У меня почему-то Много я не загрузил И все Я тоже Прошлый раз еду Мне кстати Видеоролик У меня где-то остался Я кусочек просто вставлю У меня Я его еще вроде не удалил Тоже еду Едет на Ниве Тоже Бросает окурки Бумажки И все Я беру Как бы Его как бы Обгоняю Говорю Ну там Ничего говорю Ну как бы Я говорю Не стремно Говорю Вы говорю Бучок уронили Все Потом смотрю А как вы думаете Кто это Правильно Это на Ниве Без опознательных знаков Ну это Сотрудник полиции Кстати этот видеоролик Я обязательно выкину Пускай ему будет стыдно Я думаю Может ему руководство Сделать замечание Кстати да Я забыл Просто там я начинал снимать Пока Мацесту поехал И я что-то короче Там не решил часть вырезать Потому что меня там Немножко бомбануло И все Вроде видео Исходники остались Я просто вам покажу Ну вы просто офигеете Поэтому конечно Если себе Сотрудники полиции Позволяют так себе вести Да И конечно Абхазы посмотрели Блин у нас правый руль Ребят У нас все У нас Мы можем через 2 год И вот они там И по встречке И так далее Как бы они у себя привыкли И здесь примерно То же самое Но здесь как бы Я им точно Никогда не влезть Ничего Они там как бы Это Ну Не рискует Не рискует Вот тоже сейчас Вот сзади Таксист Который ехал Прям разогнался Поперек нас Да Вот Который у нас Вот нахера Спрашивается Вот Зачем До конфликта Доводить Кто скажет А почему ты не пропустил А с чего бы я должен пропускать Я еду на основной Я еду на Как бы У меня главная дорога С чего бы я должен пропускать Ребят Я понимаю прекрасно Если бы там Какой-то затор был Ну видно было Он плохо подорвался Как жопа урайной И решил там все Царь едет Царь Таких царей Я в день По 20 человек встречаю Значит так Тысяча рублей За выход из дома В России вводят Новые штрафы Что-то новое придумывают Штрафы какие-то непонятные Что-то в России Какие-то маленькие штрафы Вон берите Например В Абхазии Он с голым торжем Прошел Все 6 тысяч рублей В Сочи Обсудили развитие Санаторные Курортные сферы К поселка Якорная щель Не украл А обхитрил В общем Один из сожителей 52 года Узнал пароль От приложения И соответственно Что сделал Все Все Он взял Там как бы Переводил Пока сумма переводов Не составила 30 тысяч И тут уже в полицию Завели Грозит до 6 лет За мошенничество Понимаете За мошенничество До 6 лет Да А кстати Вчера Короче С Москвой Летел Самолет В Сочи Но решил Приземлиться В Саратове Представляете Как люди Обрадовались Летели С Москвой В Сочи Они же Там такие Все Ферзи Такие Боженьки Такие Летели А раз И их Привезли В Саратов Вот это Я понимаю Вот это То что Мы заслужили Не знаю Там вроде Какая-то поломка Но я считаю Тоже Что Лучше Если поломка Приземлиться Безопасно Чем там Я дотяну Я до последнего Минтруд Не поддержал Установление 6 рабочей недели В России В общем Все 40-часовая Рабочая Неделя И так далее Ну я могу сказать Что пока У нас Такое Непонятное Руководство И все Так и не будет Никого развития Там И не будете Никак зарабатывать Ничего Ну например Я Да Как бы Получается Сам себе На уме Да Но вот Сегодня суббота Я сегодня Отработаю По полной программе Если нужно будет Воскресенье Отработать Воскресенье Отработает И так далее Я работаю Не 40 часов В неделю Я работаю Сейчас я скажу Поскольку я работаю Даже не буду говорить Поскольку я работаю Потому что это страшно становится Это страшно становится Потому что по минимуму Я работаю 80-90 часов в неделю 80-90 Ну я и зарабатываю Больше Чем те Работают Чем те Кто работают 40 часов в неделю Вот так бы так Я вообще считаю Что 6-дневка Это нормально Просто без фанатизма Нужно понимать И опять же 40-часовую Рабочую неделю При советской власти Было придумано Да Это еще Лениным Это когда люди Работали Потом и кровью Да В шахтах Там не знаю На станках Ставили И так далее А сейчас Когда Среднестатистический Работник У нас Максимум Что поднимает Это кофе 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 Который попивает Да И какие-то Курвасаны Да блин О чем там Можно говорить Да ни о чем Конечно же Рабочая неделя Должна быть Как минимум 60 часов Как минимум 60 часов Молитесь Богу Чтобы я не стал Президентом Российской Федерации И не вел вам 60-часовую Рабочую неделю Чтобы поднять Экономику страны Вот как бы так Абхазия против Тауристов Опять приехали Думали Все Мы думали В Абхазии Мы там Не знаю Разместимся Будем царями И богами Думали Что все Будет хорошо Прекрасно И замечательно А в итоге Приехали Говорят Толком Нас не разместили Там Такой-то Срач И так далее Вот как бы так Вот как бы так Поэтому ребят Что хочешь сказать Да ничего Не хочешь сказать Факт Остается Фактом Как бы Абхазия Как бы Вроде И Россия И не Россия Но это все равно Чужая страна Все равно Чужая страна И конечно же Отношения Соответствующие Любят только Тех туристов Ребят Которые Тащат деньги А люди Прекрасно понимают И в том числе Абхазы Что в Абхазию В основном Сейчас едут Те туристы Которым не хватило Денег на Анапу Которым не хватило Денег на Сочи Не хватило Денег на Геленджик И они надеются Что они там Все равно Возле морюшка Отдохнут И в итоге Они приезжают Как правило Выбирают Самые конченные Гостевые дома Как правило Конечно же Будет Не угадывать С пляжем Там этот Пляж будет В говне И там подобное Само собой Еда отстойная Вы их не верите Вон Съездите на экскурсию Новостью родиться Но еда Реально отстойная По сравнению с Сочи Это просто небо и земля И все Хотя по идее Абхазская кухня Должна быть вкусной Но по идее Все-таки Абхазия и грузин Они как-то это Грузинская кухня Это неплохая Все равно И абхазская По идее Должна быть такая И все И понимают Прекрасно Потому что А вот Например Те люди Которые приехали В Абхазию На экскурсию Например В Сочи К ним другое отношение Потому что Понимают Что люди Отдыхают в Сочи У них есть деньги Они приехали На экскурсию Потому что Сколько раз Такое было Вот мы были На экскурсии В Абхазии Нам все понравилось Но как мы приехали В Абхазию Там Ну например На 7 дней Все в корне Поменялось Да Потому что Понимают Прекрасно Что в Абхазию Едут те люди Которые Не могут себе Позволить Другой отдых Соответственно С этих туристов Ничего не взять Ценности Такой турист Не представляет Ну нет Такой ценности Понимаете Нет ценности И все И на этом фоне Конечно же И получается Непонятно что Ребят На этом фоне Получается Непонятно что Поэтому Конечно же Я считаю Что Везде Хорошо отдыхать Особенно Ну что же Мне придется В подвал ехать Везде конечно Хорошо отдыхать Здесь даже И разговоров Не может быть Но Факт остается Фактом Нищий турист Он никому Не Нужин Он никому Не нужен Незбитый Летчик Сочи Прошел Премьеру Фильма Не знаю Последние Разные Такие фильмы Все такие Я не знаю Я сейчас один Какой-то сериал Смотрю Там Ничто Не повторяется Дважды Блин Вроде Начало было Классное А сейчас Смотрю Блин Какая-то шляпа Не знаю Не знаю Если честно Поставлено Вниз Там тенечек Будет Не так сильно Будет нагреваться Правильно же Правильно Вчера машинку Я помыл Свою Вчера машинку Я помыл С вечерком Вот как бы так Летел Как ракета Как летчик Гастелло Корюшик Каршеринг Снес Снес К ядрени Фене И к жукам Майским Мусорные баки Все каршеристы Обижаются Что Как бы Каршеринг У нас сюда Щемит А я считаю Что гащики Правильно делают Потому что То как Передавляются Наши каршеристы Блин Смысл Всегда приехал Если здесь все равно Под крышей Нет Придется так Ладно Поставим здесь Ну в общем Каршеринг Конечно Нет Я тоже бываю Водителем каршеринга Но Чаще всего Вот у нас Знаете Три категории Которые ведут себя И звон плохо Первое Это водители такси Это вот Они реально Конченные Большие Большие случаи В туннеле В крайнем левом ряду Будет тащиться Кое-как Это первое Второе Это конечно же Каршеринг Ну тоже Там непонятно Откуда Что У них бьется Третье Ребят Третье Это конечно же Водители В этих автобусах Небольших автобусов Которые поменьше Да Частенькие Там конечно трэш Ну и само собой Нужно всегда Остерегаться Тех Ребят Которые Ну на чужом транспорте Которым по барабану Да Например Те же самые Водители Магнит Водители Пятерочки Они конечно Сюда на дороге Ведут просто Ну я не знаю Там Может потому что На чужих автомобилях Либо еще что-нибудь Ведут себя И звон плохо Ну а в целом Сегодня просто Потрясающая погода Может поеду Что-нибудь для вас И поснимаю Хорошее Интересное Я сегодня снимал На камеру То есть На На микрофон Фирмы DJI Так видите У меня есть еще Микрофончики Вот эти Которые дешевенькие Вот эти Тоже кстати Звук был более-менее Нормальный Да Это вот такое Бова Да Ну полторы тысячи Стоит Но в принципе нормально В любом случае Лучше чем так Ну и вот такой тоже Кейс С микрофонами Ну и здесь Извините Здесь конечно же Здесь немножко Цены Другие Такая штучка Дрючка Микрофончики Будут стоить В пределах Не скажу Дорого Скажет Макс Ты сумасшедший Вам всем Ребят Хорошее настроение Извиняюсь Если кого-то Вдруг задел Каким-то своим Высказыванием Кстати вчера Ходил в спортзал Нормально Сходил в спортзал Сегодня может быть Смонтирую С камерой 360 У меня много чего Набралось Набралось Материал с бани Набралось Две тренировки Может сегодня Что-нибудь поснимаю В общем наверное Для вас сделаю Скоро Такую супер подборку На этом с вами прощаюсь Вам всем Прекрасного настроения Всем добра И пока Субтитры сделал DimaTorzok